По принципу качественно и оперативно строят свою работу центры госуслуг. Сама обстановка и работники которых способствуют, так сказать, уютному решению вопросов. В преддверии дня независимости начнут свою работу новые адреса центров государственных услуг. Подробнее Джамши Цуатов. Представьте себе ситуацию, когда за какой-нибудь справкой приходится стоять неделями в очереди. Конечно же в этой ситуации человек начинает жалеть свое утраченное время. В действительности этот вопрос был многолетний, требующий решения проблемы. Принятие в стране указа о мерах по коренному информированию национальной системы оказания государственных услуг населению от 12 декабря 2017 года позволило поднять проводимые работы в данном направлении на качественно новый уровень. В регионах начали действовать центры государственных услуг, что значительно упростило порядок получения необходимых документов. В эти дни, в преддверии 29-й годовщины независимости Республики Узбекистан, активно продолжается строительство новых зданий данного агентства. В частности, один из таких центров совсем скоро мы сможем увидеть и в Турткульском районе Каракалпакстана. Рабочая группа ознакомилась с ходом строительных работ. Подобное новшество появится и в Эликалинском районе. В районном Хакимяти были обсуждены вопросы выделения средств для строительства. Отмечалась необходимость создания всех нужных условий для предоставления качественных услуг. Ответственным лицам даны поручения по своевременной сдаче объекта в эксплуатацию. Работа сам в разгаре и в Тахтокупырском районе. Здание уже возведено. Идет благоустройство его территории. Открытие данного объекта для местного населения станет настоящим подарком к Дню независимости. Ведь здесь будут созданы все необходимые условия для того, чтобы граждане получали нужные данные в самые кратчайшие сроки. Новое здание Центра Госуслуг распахнет своей дверью и в Базатаулском районе. Общая территория объекта составляет 983 квадратных метра. Его строительство было начато в апреле текущего года. Завершено уже 80% работ. По словам специалистов, в день здесь можно будет принимать несколько сотен граждан. Подобные преобразования можно увидеть и в Хорезенской области. Стоит отметить, до сегодняшнего дня в девяти районах данного региона были сданы в эксплуатацию новые здания Центра Государственных услуг. На данный момент еще в четырех районах активно продолжаются строительные работы. В частности, в Шавасском и Янгивазарском районах данный процесс уже близится к завершению. Министерством юстиции регулярно контролируется каждый этап строительства. Даются необходимые рекомендации по качественному выполнению намеченных работ. Наш следующий адрес – Антижанская область. Раньше Центр Государственных услуг Бустанского района в день оказывал услуги максимум 150 гражданам. И он был расположен в здании народно-приемной Антижанской области, что создавало значительнее неудобства. В связи с чем районом Хакимятом был выделен один из пустующих объектов, который в дальнейшем был реконструирован. Неудобства в получении госуслуг испытывали и жители Улугнорского района. Старый офис центра не соответствовал всем требованиям. В результате возникали задержки. Отражалось это и на качестве работы. При строительстве нового здания были учтены все прежние недостатки. На первом этаже здания, планируемого к сдаче и эксплуатации, будет расположен Центр Государственных услуг. На втором этаже – районный отдел ЗАГСа. Также в целях создания дополнительных удовств к населению здесь будет расположена и приемная по рассмотрению обращений предпринимателей. Разместятся в новом здании и просторный зал ожидания, инфокиоски, уголок самообслуживания, комнаты для инвесторов, библиотека, для того, чтобы и минимальное время в очереди люди могли проводить с пользой. Подобные строительные работы продолжаются и в Шахриханском, а также Алтын-Кульском районах. Эти новые объекты также будут сданы в эксплуатацию в дни празднования независимости Узбекистана. Продолжение следует...